всем привет обычно записывал все всякие видео да прочее это очень на душе сейчас тяжело тему я хочу затронуть такую это потери когда близкого человека что же такое как она влияет вот это выезды невроз тревожные вот эти все расстройства и прочее вот это выходить из этого состояния первый раз я в 2012 году потерял своего отца меня тряхнуло так сильно что я не знал как мне дальше жить в каком направлении двигаться перед пил кучу ку всяких таблеток антидепрессантов и прочей нечисти здесь что-то как-то вот потом без этого состояния вылазил как вы знаете если смотреть мы допустим первые видео которые у меня были выезды это симптоматика когда разная всячески долбит выдалбливать а измучивает ну и плюс ко всему когда ты уже вроде бы вылазишь уже все думаешь настрой хотя уже идет позитив потом у тебя происходит это проблемы допустим там семье еще что-то и конце какого-то момента ты теряешь снова родственника ты теряешь уже маму папу в двенадцатом году потерял маму 26 января 2023 года ну то есть вот совершенно недавно 9 дней уже было ну перед вроде как бы и налевелся и на это ну что жить надо дальше уже мозг свой настраиваешь на как дальше тебе жить как тебе выходить уже из этого состояния да там и все равно вот эти есть на душе вот эти недосказанность какая-то там переживания какие-то очень очень тяжело я решил записать видео попробовать высказаться таблетки какие-то тут но были моменты вот сейчас вот туда этом принимал мезопам чтобы более хотя бы как-то сгладить это симптоматика жуткая тоже вылазит проявляется и более в области сердца и хотя скачков давление как таковых там но 140 150 где-то такое вот какой-то нет недосостояние когда тебе на душе так тяжело скинуть вот этот камень с души мы сейчас он опять как будто в душу как камень такой прямо в сердце запал но все-таки это не чужой или посторонний человек да там это твоя родимая мама с которой ты грубо говоря всегда жил которого вынашивал тебя 9 месяцев под своим сердцем конечно же это как бы ну тяжеловасто все это дается надо дальше жить надо дальше жить до сегодня еще такая это весточкой маленькая когда у меня племянница пошла в квартиру поливать там цветы политика взяли чтобы они хотя бы да там я часть цветов уже забрал себе надо сейчас тоже но остатки будут все потом забирать зашла в квартиру там квитанции забрать за квартиру чтоб платить и там бумажечка лежит но со сквитанциями и мама там написала на них скоро все скоро закончатся мои мучения и все вот так вот несколько фраз и тоже сегодня задумался об этом что же это могло знать принял это соответственно близко к сердцу тоже да там да не выдержал взял 6 сигарету выкурил зачем я это сделал вообще сам не понимаю вроде полегче думал будет выкурился и горит у меня боли появились боли в груди где-то вот тут уж причем вот тут вверху все начинаешься накручивать но я понимаю что это более характерные неврологии какой-то да там прочим таким симптомам и попробовать разобраться в этом первое допустим да там при когда ты теряешь своего близкого человека но первое это наверное да наверное каких-нибудь капелек пустырника там еще чего-то просто пропить закидываться ими чтобы тебя более как-то это хотя бы как-то держаться за счет чего-то очень тяжело водка это не выход это точно все так вот не выдержал пол таблетки от ракса принял он немножечко видите как бы сонный думал может немножечко сон лечить подумал может чуть чуть попробовать вздремнуть аппетит пропал ну и все я думаю что возможно надо как-то пробовать первое то что пустырник принимать второе это понять что но рано или поздно любой человек у которого есть родители он он увидит ну вот этому не избежать этого этот процесс такой жизненный и то есть мы живем 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 проживаем жизнь все да там все люди смертные зародились умерли у кого-то когда-то какая-то будет произойдет это допустим дата да там и что нужно принимать это да либо к хуже когда родители провожают своих детей это наверное еще самое самое страшное что может быть но тут надо сейчас 3 это собраться как-то да там уже собраться пережить отпустить эту ситуацию да там брать из телефона контакты фотографии куда-нибудь не знаю в облако еще куда-то выгрузить сделать все возможно какой-то ролик да там чтоб на память она ну где-то пускай там хранится да там ну чтобы в телефоне вот допустим спаси повседневно там не залазить не ну не листать чтоб тебе лишний раз не напоминал это потому что это боль это утрата надо из этого состояния как-то но вылазить отпустить ситуацию какая она есть и как-то но выкрапкиваться из этого состояния или это засосет настраиваться наверно да на позитив все эти болячки от себя разгонять либо они будут прикрепляться как липучки и они будут постоянно у тебя у тебя у тебя у тебя потому что при стрессе определенным да там ты начинаешь переживать ты начинаешь прислушиваться к своему организму ты начинаешь верить давление уже не просто жить вроде только-только-только начинаю жить нужно все нормально все отошел все забываешь про все и потом у тебя бах ты начинаешь уже снова тянутся руки тянутся коми там давление на какой мне там это может надо кровь сходить сдать ты точно начинается какой-то это вот опять круговый рот и она начинает тебя засасывать потом это действительно будут появляться симптомы вроде это все понимаю прекрасно да но очень-очень сложно даже вот так хотя понимаю все вот эти моменты когда ты теряешь можно сказать часть себя когда ты каждый вечер мог позвонить и поговорить так что если у вас еще есть дай бог чтоб они жили долго и счастливы если у вас есть на данный момент папа мама там еще кто-то никогда не откладывайте встречу на потом потому что потом может просто не быть поговорите с ним последнее время у меня как что-то как будто что-то вот какое-то это что вот что не может не быть еще чего-то увидеться ты не сможешь допустим и у меня пришлось даже ехать независимость что мы живем в разных городах но соответственно на похороны подъехал на 9 дней я специально снова ехал пускай тут там тысячу километров мы туда обратно там все вместе тысячи километров но человека не вернуть отдать должное хотя бы но поговорить пообщаться все равно они нас оттуда видят если мы будем здесь ныть раскисать то им будет больно там чтобы им не было мучительно больно там лучшую наверное это как-то стараться не показывать все вот это свое расстройство как-то переключиться но у меня еще и помимо перед смертью мамы еще и с женой произошел произошли какие-то конфликты какие-то непонятки то есть еще с ними расстались сказал я устала терпеть что я ее там и обзываю вот толстая да ты такая ты приготовить там не можешь накормить ты мужика не можешь типа я устал это все терпеть ну и ушла конце концов самостоятельную жизнь в таком состоянии просто ну с котами уйти куда-то там но я не могу потому что их на кормить они сфинкс и тоже как бы он даже вон сейчас лежит со мной он никуда не уходит вон здесь муха рядышком тут же лежит то есть надо как-то жить дальше как может вы мне что-то кто-то посоветует как мне сейчас вот из этого состояния вроде все понимаю но что вот это отпустить надо то есть я понимаю что время лечить да там нужно время какое-то да там пока ты заходишь на кладбище трогаешь памятник да видишь фотографию вот это бегут слезы на есть видео которого там день памяти да там очень много фотографий там я все конечно убрал боюсь даже вот включать потому что если я включу я просто разрывающим не будет очень-очень тяжело так что если чё ребят может вы скажете как как дальше пока я в таком замешательстве сейчас буквально там через пять-шесть дней наехать на работу готов с собой в сумке машину поедут со мной как-то надо из этого сейчас вот не знаю как что дальше но как-то надо жить дальше до разгонять вот это как-то но больше чего вот кого-то позитива чтобы боль была как-то выкарабкиваться из этого состояния так что вот давайте ребят пишите спрашивать может советы какие-то дадите